Это называется вирусный мандраж, когда передаёшься друг другу. Да, внимание, ну тут всё будет делаться просто. Свой ли он отыгрыш? Похоже, свой. Ой, чужой! Да уж, не понимаю, зачем ему это надо было? А он не совершил ошибки? Так, мне кажется, ошибки нет, но он просто проиграл партию таким ударом. У меня самый точный удар в мире. Да невероятно молодец, Кюркер! 6-6. Трудно придумать более интересный финал. Да, вот драма. Да. Ну вот, всё зависит от этого удара. Финал чемпионата мира. Нет, не забивает Арман. Но вот что встанет, что встанет? Ну вот в угол, в угол, в угол, в угол, в угол. Свояк есть точный, есть чужой. Ну, есть с чего начать. Ну, так же начинал предыдущую ещё более удачно. Согласен, согласен. И тем не менее сумел, сумел каким-то образом... Сумел ошибиться, да? Да, сумел придумать собственную ошибку Павел Михайлович. Это называется перевести шаровлуду. Да. Ну, посмотрим. Чемпионат мира ничего. Смотрите, как спокойно. Да, да. Поговорил с дедом, кстати, в перерыве с Константин Павловичем. Поговорил, обсудил. Глаза абсолютно спокойные, холодные. Молодец. Держит себя в руках. Ну, давайте посмотрим на позицию. Итак, что? Чужой в угол? Чужой в угол, либо свой в угол. Ну, наверное, чужой всё-таки. Всё-таки, наверное, чужой, да? Посмотрим. Теперь важно... Да! Позиция выбрана. Подбой. Подбой. Подбой будет маленький. Ну, вот, к сожалению, маленький. Маленький, еле-еле он ударит. К сожалению, маленький подбой. Да. Да, не так, как хотелось бы. Побольше бы левого винта. Ну, давайте думать, что тут может быть. Ну, в общем, вот стоит парочка в угол, да? В верхней правой. Но такая, я скажу... Непростой. Очень непростой. А с другой стороны... Как же сейчас напряжены нервы обоих спортсменов, а? 6-6. Ведь нет права на ошибку. Позади Москва. Обратите внимание. Специально расслабленные, спокойные. Руки расслабленные. Кисти рук расслабленные. Это очень... Вот кисть очень важна. Он так легко держит, как быть, случайно кисть. Вы знаете, что с Кием не повезло. Ему мы уже говорили об этом. Середину Киева, его мастер, решил улучшить. И по ошибке отдал другому. Меняет, меняет середину. Киев не тот. Но мы уже говорили о том, что дед сказал. Главный тренер, тренер сборной России сказал. Забудь про Киев. Все, не надо жаловаться. Надо жить, как говорят, нормальной жизнью. Внимание. Нет. Ай-яй-яй. Упал. Упал. Фантастик. Ну, все-таки судьба так распоряжает, что она и тому, и другому сдает одинаковые шансы. Я опять же такую... Но в таком... Невероятно. Да ничего себе. Ну, невероятно. Но, правда, у Армана тоже упал. И у Армана упал. Я говорю, судьба просто одинаковая отнеслась к тому и к другому. Продолжать можно. У вас стоит свой в середину. Такого Армана в прошлой партии забил взахлеб. Он чуть не выскочил назад свой. Но это не удары Паши. Будет ли он играть такого свояка? Ну, давайте еще раз посмотрим. Свояк есть, конечно, очевидно. А может быть, отыграться? 2-0. Да нет, надо все-таки бить. Но если ты веришься, то железобетонно надо. Нет, надо бить. Надо бить. Мягко, ничего страшного. Мягко не получается здесь. Молодец! Молодец! А середина... Нет, пройдет середину. Пройдет шар в середину. И там свой встал в правую верху. Нет? Через шара. Ну, давайте через... Да, ну, повторим этот прекрасный удар. В этот момент особенно его надо ценить. Очень высоко. Чуть не повезло. Ну, а что теперь? Можно красным играть, но через шара. А белым? А белым вот этим. Я бы белым, да. Я не понимаю угол вот отсюда. Видимо, да, видимо, угол хороший. Левое вращение. Ай-яй-яй-яй-яй. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, ничего страшного. Нет, нет, стоит чужой прямой. Это 0,3. 0,3. Ох, какой нужный был шар. 3,0 Михалова. Так, теперь... Ну, прямой. Прямо с этого и надо начинать. Так, весь вопрос оставить ли свояка. Мы смотрим сейчас только за свояком. Вот где будет свой? Не забил, не может быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это мандраж. Вот это надо повторять. В чем же дело? А мне кажется, он думал уже о своем. Он уже посчитал чужого. Он посчитал. Он уже только свояка. Да, да, да. Он уже... Он действительно считал... Вот это бывает, да? Опередил. Да, 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 да. И это передается чуть-чуть... Не говори гоп. Да. Это бывает. Это бывает. И в автоспорте даже бывает. Представьте себе, я не говорю уже о других. Ну, что теперь? В середину. Вречок, левый винтик, видимо, и мягкий удар. Нет. И тоже не получилось, но удар был хороший. В середину, в середину выползает шар. А теперь в середину. Но не дополз немножко. Помните, уже была такая партия, где каждый совершал ошибки несвойственные ему? Да, 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 конечно, конечно. Но и один, и другой. Да? Это называется вирусный мандраж. Да. Когда передаются друг другу. Да, внимание. Ну, тут все будет делаться просто. Свой ли он играж? Похоже, свой. Ой, чужой. Дош. Не понимаю, зачем ему это надо было? А он не совершил ошибки? Так, мне кажется, ошибки нет, но... Ну, он просто проиграл партию таким ударом. Ничего себе. Ну, повторим. Что-то такое. Да очень уж чересчур сильно сыграл, но так нельзя. Хотя в этом весь Арман, в этом его игра. А забил все, выиграли, молодец. Смотрим, что тут. Тут прямой. Теперь надо спокойно. Спокойно, спокойно. Теперь спокойно. Это так. Это 4-0. И еще 4 шара. Свой угол неплохой. Неплохой свой угол стоит. Ну, вот на своих Паша как раз ошибается. Лучше бы он не может не забить. Но только что не забил перед этим. Согласен. Согласен. Поэтому, конечно, лучше чужие у него сегодня лучше получается. Вы жили свой в этот? Нет. Вот оно. Дилемма. Бить или не бить? Пока выигрывает 4-0. Но это ровным счетом ничего не значит. Так как мы видели, я много ничего не значит. Здесь одна ошибка. Все может все-таки... Кисть, кисть. Расслабить кисть. Расслабить кисть. Мягкий длинный ударчик. Есть. Этот свой. Мы были за него. За этот удар. Ну, что, зажмем сейчас руку и все. И у Шарба не упал. И именно вот мы вспоминали, кисть важна, а не взять кисть и сжимать. Нет, это очень важно. Что вот он... Вот посмотрите. Вот он, значит, мел там держит руку. Даже когда он учит карман, мягко. Он следит за этим. Вот это опасный момент. Вот это проталкивать, это опасно. А зачем нет? Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Я бы этого не делал. Я бы тоже. Это просто бессмысленно, мне кажется. Сейчас тем более встанет. Неужели повезет? Повезло более-менее. Нет, свой в середине. Не, ну в луту ничего не встало уже, хорошо. Арман сейчас... Ну, зачем? Вот это непонятно, где меня был риск. Что-то надо было играть. Это было неприятно. Нет, дело в том, что не отыграться было в данной ситуации. Не отыграться. Нет, это очень много шаров на игре. То есть, что-то надо было играть. Теперь Арман. Итак, 5-0. Смотрим, что здесь стоит. Тут много всего. Можно играть прямой в середину. Нет. Прямой в угол. Прямой в угол. Прекрасно. А свой, 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 свой. Где у нас свой? Вышел. Все, вышел. И свой, вышел. И вот сейчас красного в угол. Ну и сейчас 5 шаров он забьет, похоже. Ну, очень похоже на то. Так. Ну что, красного в угол. Походим, посмотрите. Да, именно вот так. Под планку. Очень опасный удар. Вот. Сцепленные руки. Крики болельщиков. Ну и что есть у нас? А ведь ничего особенно такого нет. Во всяком случае, стопроцентного ничего не видно. Ну, стопроцентного, конечно, бильярди не бывает, но... Ну что? А в середину? В середину чужого он может играть, если захочет. Если захочет. А вот что он захочет? На что нацеливается? Ну что? Вот тут очень важный удар. Лишь бы сильный. Ну, посмотрим. Ой, а что свой-то вытворил? А свой-то что вытворил? Да. Свой-то просто я не знаю, такой зигзаг сделал. Сейчас посмотрим. Вот. Свой подпрыгивает. Идет вперед. Идет назад. Господи. Да. Вот это да. Это уже трюковый удар на бильярде. Так, на столе восемь. Прямой в правый верхний угол можно бить. На столе восемь. Захочет или нет? Пять, три. Тоже вот владеет собой. Пять, три. Арман, он себя сдерживает. Молодец, молодец. Да, молодец. И тот, и другой отдали очень. Арман очень много нервов отдал. Я должен сказать, чтобы баклоча... Ой-ой-ой-ой. Вот это да. Это опасно. Нет, очень тяжело было забить такого шара. Это опасно было, да. Но ведь пом ничего не будет особенного, да? Ушел, 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 ушел. Свой, свой стоит. Ну почему? А в левый угол? Да нет, все ушло. Такого вот, чтобы подойти, забить нет. Думаете? Ну вот, а не все стоит. Вот этот, он тонкий. И впереди, Михалов, не спеша встает. Повезло, Арману. Вот это вот то, о чем я говорил, да? Да, да. Тальк на руку, потереть, как бы себя успокоить. Я не уверен, что ему именно тальк нужно в этот момент, а именно нужно какое-то действие, которое его успокоит. Повезло, Арману, сейчас. Хотя вот, вот если он дотянется до дальнего шара, то свой счет, это не такой сложно, дотянуться тяжело. Ну вот, как-то не дотянуться с машинки, нет смысла бить. Все шары имеют доли риска. И забить сейчас, вот глядя на эту позицию, любой шар, ну не больше, чем 20% по нынешней нервозной ситуации, да? Ну, может быть 30-40, но не больше 50, да. Не больше 50. Так, вы подняли шанс мехового. Сыграть удачно. Фантастический финал, фантастический. Неужели будет бить? Это вот это прямой. Ну, как повезло Арману сейчас, а? Прямой. А ведь та самая Луза, любимая. Я бы не бил. Это я, это глупость, говорю, что я бы не я бы, но я не... Это второй раз он, обратили внимание, что второй раз он выбирает такое продолжение. Правда? Бедные зрители. Вот, о котором Шарая говорил. Вот, вот это, и он это забьет. Но как до него дотянулся? Забьет. Тео сейчас, это вообще неудобно. Забьет. Он его забьет. А как дотянуться? А вот есть экстеншн удлинителя у киев. Вот если бы был сейчас экстеншн на киев, можно было бы взять экстеншн, сыграть экстеншн. Через, ну, с помощью экстеншн, да, удлиняется киев сантиметров на 20-30. 5-3 пока счет, напоминаю. По партиям 6-6, решающая партия чемпионала чемпионата мира. Ну, одна нога, покажите, одна нога, обязательно. И еще животом нельзя? Так, животом ложиться нельзя. Теща. Подходит судья, да, эти теща. С тещей не самый простой удар. Едет наша камера. Еще раз смотрим с разных точек уже так, объезжая стол. Неужели? Нет, все-таки. Все-таки решает быть так. Решается нет. А как там нога? Нога, шар. Ой-ой-ой. Ну, у меня было, я думаю, сознаться, ощущение, что он его забьет. Потому что... А потому что он не бил Мехалов? Он чувствует. Я видел, видел этого сверка. Но как дотянуться? Паша меньше роста? Не знаю. Я, наверное, ну, тещей, но надо было бить. Он еще особенно. 5-4 становится инициатива. Сейчас в середину. Нет, свой угол, я думаю. И будет бить свой в угол. Свой в угол можно бить, да. Да, вот именно этот свой. Ну, очень важен этот шар. Ой, кикс. Нет. Но все равно забил. Сейчас становится 5-5. И 6-6 в решающей партии. Вы смотрите, что происходит. Вот это финал заполнит надолго. Ну и что теперь? Да вот ничего особенного нет. Вот чужой в угол. Нет, свой. Неужели свой? Свой. Или отыгрыш. Теперь надо взять тебя в руки. Тут есть варианты отыгрыша. Паша не смотрит, не смотрит. Смотрит вниз. Он знает, как себя вести. Нервы, нервы, нервы сейчас. Так. Ну, вот это он может забить. Как это не печально для его соперника. Это его шар. 6-5. Еще два шара. Еще два шара. И чемпионом мира станет Арман Баклачатбур. Нервы, нервы. Это забивает. Колотит, колотит. Колотит. Уже, да. Уже нужна пауза. Уже нужно попить. Уже нужна пауза. Ну, посмотрим на позицию. Такие шары он забивает. Ну, 9 из 10. А ведь вопрос, как забьет. Ведь его можно забить так, чтобы свой вывести на левую половину и сыграть дальше еще с Вейка. Или просто на сильном уже, несмотря ни на что. Два шара на 6-5. 6-5. Ну. Есть. 7-5. И свой ставит. И в Санкт-Петербурге, похоже, чемпионами станет Баклачат. Внимание. Есть. Вот это да. Вот это финал. Ну, Паша виноват сам. Что тут говорить? Давалось. Несколько раз давалось. Он же его сейчас зацелует. Вот такова концовка нашего чемпионата. Чемпионат мира в Санкт-Петербурге завершен. Его выиграл в упорнейшей борьбе. При прекрасной игре Павла Михового, Арман Баклачан выиграл и стал чемпионом мира впервые в своей жизни. Я благодарю всех, кто участвовал в нашем репортаже, всех участников. Благодарю нашу бригаду. И на этом я, Армения Серебренников, заканчиваю серию наших репортажей о чемпионате мира по бильярду. «Свободная пирамида» в Санкт-Петербурге, который прошел в очень интересной и напряженной спортивной борьбе. Еще раз всем спасибо.